На входе обязательный контроль температуры и обработка рук антисептиком. Для родителей, которые приводят малышей, предусмотрены одноразовые бахилы и маски. Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в детский сад номер 97, чтобы посмотреть, как соблюдают санитарные нормы и исполняют противоэпидемические меры. Сейчас проводится проверка плановая всех действующих санитарных правил, которые распространяются на общеобразовательные организации, в том числе санитарные правила по ковид. То есть с того момента, как мы начали жить с ковидом, мы в том числе во время плановых проверок проверяем действующие санитарные правила по ковид. Проверка начинается с пищеблока. Все сотрудники готовят еду с использованием средств защиты. В доступных местах находятся дезинфицирующие средства. На рабочих столах чистота и порядок. Журнал учета контроля температуры также в наличии. На входе в раздевалку детей встречает воспитатель. В его обязанности входит фиксация в журнале температуры тела каждого ребенка. Родителям разрешают помочь детям только переодеться. Внутрь помещения группы их не пускают. Подобные меры уже давно перестали смущать пап и мам, отмечает Наталья Лазарева. Говорит, что обеими руками за безопасность. Мы все прекрасно понимаем, сейчас такое время, поэтому проблем нет. Я говорю, что мы уже просто привыкли давно, но так с прошлого года. В настоящий момент в этом саду организовано 17 дежурных групп, которые работают по обычному графику. Из 530 детей в дошкольное учреждение ходит только половина. Как отметила заведующая Евгения Нилова, ограничений на посещение никаких нет. Если родители заявляют о необходимости в дежурной группе, то ребенку предоставляется место. С нашей стороны, соответственно, мы организуем все комфортные условия для наших родителей и для воспитанников. Объединять группы мы, естественно, в дежурном формате не будем. Создадим условия так, чтобы ребенок в дежурной группе ходил к своему воспитателю. По результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора не выявили нарушений. Все работники сада прошли вакцинацию против коронавируса. Образовательный процесс идет в соответствии с графиком. Режим дня соблюдается. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События.